Девушки отдыхают Как вы считаете, в каком виде спорта наши спортсмены сильны? Мне кажется, они неплохо выступят В каком виде спорта? Это значит фигурное катание Потом хоккей Обязательно должны что-то взять Какой прогноз дадите? Сколько медалей у них будет? Я даже не скажу, как бы не соврать Это, наверное, где-то... В общем, где-то второе или третье место по медалям Это точно будет Шансы есть, пускай играют У многих и в биатлоне есть, и в хоккее есть шансы Но как победят? Больше всего лыжи Мой прогноз По лыжам, конечно, наши победят много Какие виды тебе нравятся спорта? Хоккей Как ты считаешь, победит наша команда? Да А кого ты из хоккеистов наших знаешь? Павел Буре Ну, по хоккей чудо может быть А так пока наши конькобежцы проиграли Наши девчата Сейчас вот было Смотрел Проиграли Ну, что Ну, пока еще, по-моему, две медали всего заработали Мало еще наши Сегодня смотрел, как наши на коньках бегают девочки И как? Плохо Немцы хорошо Лыжи, правда, бронза Биатлон, я считаю Дальше покажет А прогноз можете дать? Вот на вскидку так Какое место они займут? В чем? В общем зачете В общем? Призовое Но не первое Ну, смотрела открытие Некогда все на работе Ну, как вы считаете, наши спортсмены сильные? Ну, я надеюсь, ну, это Что они не уронят честь нашей России А что бы вы им пожелать могли? Ну, успехов По всем, по силам Достичь того, что его хотели Не первых мест А того, чего хотели Наши, мы что им пожелать? Пусть выигрывают золото, доедут до дома Добрый вечер, уважаемые телезрители По теме нашей сегодняшнего вопроса Более чем просто догадаться О чем мы станем сегодня разговаривать Во время очередного нашего путешествия Назад и в будущее Поговорим мы о спорте Поговорим в рамках проекта Назад и в будущее Программа, в которой мы вспоминаем Жизнь нашего поселка 20 лет назад, в начале 2000-х И сравним мы ее с сегодняшним Ну, я думаю, каждый мальчишка В любом возрасте Младшем, в среднем возрасте Когда там надумает Хочет проверить свои способности Вот приглашаем На занятия На футбольное отделение Значит, придите, посмотрите Чем занимаются дети И попробуйте себя Позанимайтесь футболом Ждем Клуб существует с 2001 года На сегодняшний день Тренируется порядка 50 человек Молодые люди 9 лет и старше Могут записаться в секцию Сделать это можно в спортшколе Расположенной в бывшем детском саду Жаворонок Возвращаясь к турниру Можно сказать, что участие В нем приняли 170 человек Или 12 команд Миша, горд тем, что тебя Лучшим бомбардиром назвали? Да Как получилось такое? Потому что я забил три гола Тренировался долго, давно играть? Нет, я не играю в футбол Первый раз просто так Первый раз играл? Нет, ну почему Во дворе играл Скажи мне, кто тебе из футболистов Больше всего нравится На кого хочешь быть похожим? На Давида Бекхама Удалось ли юному футболисту Миши Блезкину вырасти В Давида Бекхама Расскажет наш эксперт Сегодня это тренер по футболу В 2003 году И начальник отдела физической культуры и спорта Из Китинского района Сегодня, в 2020 Алексей Юрьевич Незговоров Вопросы в нашей программе Как всегда задает молодежь Спрашивают все, что их интересует К сожалению, спрашивают только Посредством видеосвязи Ну, таковы сегодняшние требования Но, тем не менее, вопрос ребята Все уже прислали И мы отправляемся На встречу с Алексеем Юрьевичем Здравствуйте, Алексей Юрьевич Здравствуйте Вам хочу обратить внимание Как никому другому Задали очень много личных вопросов Я делаю вывод, что вы Как и для ребят Являетесь вдохновляющим примером Ну и мы не будем терять времени Сразу перейдем к вопросам Добрый день Меня зовут Екатерина Захарьева Я учащийся 11 класса 4 школы рабочего поселка Ленева И у меня вопрос Алексей Юрьевич Какой вы бы дали совет Начинающим спортсменам Которые в будущем хотят покорять Стадионы мирового значения? Ну, совет, во-первых В первую очередь надо определиться Я считаю С видом спорта Где бы хотел заниматься Или чем бы хотел заниматься ребенок Потому что Сегодня На сегодняшний день У нас такое большое Многообразие видов спорта В частности Если говорить про рабочий поселок Ленева То Я думаю, что Стоит для себя определиться Либо это будет какое-то Единоборство Или это игровой вид спорта Возможно попробовать Как я сам в свое время попробовал Несколько видов Но у меня это были Шахматы И это был баскетбол Ну, а потом все-таки Как бы необходимо будет Определиться Сделать для себя выбор Ну, и, конечно Я считаю Это очень самое главное И важное Это Попасть В первую очередь Хорошему тренеру И Работать Они тоже у вас все есть, да? Ну, в принципе, да Как бы Достаточно большой Штат тренерский Высококвалифицированный он Ну, и Все остальное зависит Уже, конечно, как бы От ребенка в большей степени От его стремления От его желания У меня, как у любителя Футбольных матчей Возник вопрос Почему футбольное поле Полосатое? Как это делают? А самое главное Для чего? Да, вообще Такой вопрос Меня тоже в свое время Заинтересовал Было интересно Но все-таки Пришлось покопаться Поговорить С ребятами Ну, и как бы Понимание для себя Вообще, это визуальный Обман получается Если говорить Про естественные поля Про естественные Мы сейчас не смотрим На наш искусственный газон Все дело в том Что Когда Подстригается поле Футбольное Газонокосилка Идет в одном направлении Трава ложится В другом направлении Трава ложится То есть визуально Как бы Мы видим полосы Но это опять же Говорит Как повторюсь Визуальный такой Обман Если говорить про наше поле Которое у нас сегодня И стадион Который строится В рабочем поселке Ленево Это искусственная трава И она уже Склеивалась рулонами Разного цвета Если говорить Для чего Для чего И вообще Как бы В целом Что Ну Что Сетимолизирует То это надо Да То в принципе Это сделано Для удобства Судей Которые обслуживают матч То есть Определение положения Вне игры Это Более удобно Видно И для бокового судьи И для главного судьи Вот Для себя Как для тренера Я могу сказать Что Нам удобно Наше поле Что По линиям Можно Строить тренировочный процесс При Стандартных положениях Какие-то отработки Как бы Либо При нарушениях Во время игры Судья Ему проще ориентироваться И ставить Я знаю Какой фирмен Каков сайт Да Ну вот Положение вне игры Как раз для Судьи Вот это вот Именно поле Когда Полосы Это конечно Только благоприятствует И ему Дает положить плюсы Понятно Не знала Интересно Так А теперь блок Обещанных Автобиографических вопросов Я вот задаю вопрос Поскольку Алькалит Вы ставили трениров По футболу Если вспомнить историю Официально Мой момент трудоустройства Именно в детско-юношескую Спортивную школу То это был 2001 год На тот момент Как раз я закончил Обучение В УЗИ И официально Но Так сложилась ситуация Что Уже во время учебы Во время учебы И в колледже И потом Когда я уже перешел В институт Тоже спортивный По направлению В связи с тем Что тренер Покинул нас Пришлось Совмещать учебу И тренерскую работу Поэтому Ну Наверное Будем говорить С лет 19-18 Будем Пришлось Осваивать Науку Такую Как тренер А это обычная практика Или тренерами Позже становятся Или выдающиеся Да нет Почему как бы Это Ну все зависит От обстоятельств Какие как бы Происходят У меня так получилось Что пришлось Как бы Не пройдя Такую Официальную школу Уже приступать К работе Ну я вот уже По прошествии времени Конечно об этом Не жалею Что какой-то Навык уже Имелся Я мог И во время учебы Уже Его использовать В институте И потом уже Придя после обучения Уже Не наступал На грабли Которые Да Поэтому Вот это Способствовало плюсам Ну а так Официально Это 21 год Здравствуйте Меня зовут Сергей Гробин И я хочу вам задать Два вопроса Первый вопрос Занимаетесь ли вы Какой-либо благотворительностью А второй вопрос Какой у вас Ваш девиз по жизни Ну Про благотворительность Вообще неожиданно было Если говорить про благотворительность То Давайте я так скажу Я человек Не безучастный То есть Всегда у меня Душу щемит И как бы Наверное В силу воспитания Наверное Проходя Или мимо Каких-то То есть Я всегда Обращаю Какие-то подаяния Как бы Даю Потому что Мне Ну видно Что какая-то Человек находится В трудной Жизненной ситуации Поэтому Я равнодушным Не остаюсь С периодичностью Да Оказываем помощь Каким-то Малообеспеченным Детям Той же самой Одеждой Если говорить Про девиз По жизни То Если взялся За дело Доведи его до конца Я вот такого Придерживаюсь мнения Самушки Такого Кто ваш Спортивный кумир И почему Ну вообще Я не задавался Целью Кумиры Или не кумиры Для меня Как бы так Для меня Сложилось Так вот По жизни Почему-то В детстве Я обратил Внимание В одной Из спортивных Передач На Нашего Известного Тренера Советского Союза Виктора Васильевича Тихонова По хоккею Почему-то Как-то Мне он Отложился С детства Затем Я начал Наблюдать За его Работой Она была Успешная Это как бы То есть Мне характер Его понравился Потому что Такая плеяда Замечательных Игроков Великих Игроков В то время Да и сейчас Она как бы Есть Совладать С такими Спортсменами В такой Команде Это было Сложно То есть Для меня Вот он Отложился Как именно С тренерской Позиции Затем Когда я Увлекся Баскетболом Во время Учебы В школе И уже Начал Заниматься Занимался Баскетболом Я 13 лет Ну Не для меня Наверное Одного Может быть Кумиром В то время Это Майкл Джордан Игрок Чикаго Булз Это было Ну Что-то Прям Неообразимое Невероятное Ну И как бы Совмещал Я То есть Занятия Баскетболом И вообще Просто восхищался Им Как бы В дальнейшем Когда уже Работа Непосредственно И тренером По футболу И вообще Как бы С футболом Все связанное Я почему-то Обратил внимание На игрока Московского Спартака Это Андрея Тихонова Мне он Почему-то Импонировал Своей работоспособностью Своей самоотдачей Ну Вообще Просто Как бы Стержнем Каким-то Внутри Поэтому Я за ним И наблюдал С удовольствием И восхищал Своего игрой Когда он был Игроком Спартака Потом он Переходил В другие клубы Затем Он Перешел На тренерскую Работу Тоже Как бы Наблюдал Поэтому В принципе Как вот Как такового Одного кумира Идола нету Но вот На этих людях Я бы остановился Мне они В принципе Импонировали И по жизни Многое дали Своим опытом Ну да То есть Да А сейчас Блог каких-то Ну Несколько депрессивных Вопросов Но ваши ответы Может быть Наоборот Их мотивирующими Сделают Здравствуйте Меня зовут Мария Гроголь И я хотела бы Задать вам вопрос Часто ли Бывают Такие моменты Когда вы теряете веру в себя И что В этих ситуациях Делаете Если я слукавлю Что их нет То Ну это неправда Слукавлю Это на самом деле Не так У каждого Человека Такие моменты Они Есть Были И будут Ну Я тоже Не обошел Меня это стороной Как бы Конечно Такие моменты Случались Чаще В моменты Когда Проигрыша Моменты Когда Вроде Казалось бы Все Да Все Охота все бросить Охота все Как бы Закончить И в принципе Как бы Ну потом проходит Момент игры Прошел Ты в принципе Либо Успокоился В команде Какой-то там Нашел Как бы Вот отдушину С кем-то пообщался Либо Ну как правило У меня было это Внутренние Какие-то такие Переживания Это Побыть Одному В те моменты Пока я был один Подумать Осмыслить Как-то Что мы сделали Не так Что-то Что-то произошло И потом Как бы По прошествию Там один Ну это Разные моменты Были как бы В жизни Один день Два Может быть Даже неделя Ты вроде Как бы Успокаиваешься Находишь себе силы И ты дальше Как бы Начинаешь продолжать Работать Сейчас конечно Мне проще Я могу Как бы Найти Учешение Как бы В семье То есть Детки Где-то Семья Меня поддерживает Это как бы Двойным плюсом Но опять же Повторюсь Что Такие моменты И сегодня Есть И в принципе Ну надо Я считаю Как бы Не пороть Горячку А просто Сделать Небольшую паузу И Проанализировать И Прийти Опять И продолжить работу Потому что Спорт Это как раз Не только физические навыки Это главное Умение работать над собой В том числе И вот в таких случаях Это конечно Потому что Все взаимосвязано Потому что Махнуть рукой Всегда можно И безвозвратно Уйти Как бы А в другой момент Найти в себе силы Переосмыслить Подумать Это уже другой вопрос Ну не каждый Так это может Поэтому Приходится Здесь И психологически Себя готовить Что у вас Изменилось После первого поражения Ну изменилось Появилась Спортивная злость В первую очередь Потому что Уже тогда Я начал себе Задавать вопрос Как так получилось Что произошло Что мы сделали Не так Вроде у нас Команда И мы тренировались Ну все делали Как нам говорил тренер Поэтому Какая-то Спортивная злость И желание Как бы Реабилитироваться И вот именно Доказать Что То есть точно не опустились руки Ну руки точно не опустились Мы реально Как бы Мы просто продолжили работу Ну благо У нас Был тренер Который Нас поддержал В этот момент Сказал что Где-то Подсказал На наши ошибки И в принципе Дал нам понять Что На этом-то жизнь Не остановилась Давайте мы продолжим работу И посмотрим Что будет дальше Поэтому Вот эта спортивная злость Какой-то Ну как бы Вначале недоумение А потом как бы Сжались руки И мы дальше Стали работать С ребятами Ну и как показала практика Это не зря И порадовали и себя И своего тренера То есть работа была Не напрасна Отлично Здравствуйте Меня зовут Александра Корнилова Я бы хотела Задать вам вопрос Что вы считаете Самым сложным На пути К спортивному успеху Ну вот вы наверное Чуть-чуть уже Про это поговорили Да? Или не это самое сложное? В принципе Может быть Я бы Опять же Это Кто-то может со мной поспорить Кто-то нет Но Я вот так бы сказал Одно из помех Это вот Различные соблазны Которые сегодня есть Это Я считаю Ну это мое мнение Как бы Различные соблазны Которые сегодня Для ребенка Это и интернет Или какие-то Ну просто иногда Ребенок Я думаю Что Смотря На какие-то моменты В телевизоре Или вообще На улице Он может поддаться этому И Уйти чуть-чуть в сторону Поэтому Это вот может Его отодвинуть От той цели Которую он для себя Ставит Ну вот тут Я еще раз повторюсь Тут конечно И задача и тренера И компании И родителей Вот это вот в целом Как бы Оно может Оградить от ненужного Ну и конечно Как я считаю Еще тут Немаловажно Это Травмы Травмы Которые преследуют Уже на профессиональном уровне Как бы Спортсмена Они конечно могут Здесь помешать ему В достижении его цели Потому что Ну травмы бывают разные Бывают более серьезные И на это можно поставить На международной карьере Или на карьере Как бы это уже крест Поэтому вот я считаю Вот эти вот моменты Немаловажны Для спортсмена Ну вот следующие вопросы Уже на перспективу Так скажем Здравствуйте Меня зовут Софья Саблина И я учащаяся 11 класса МБУ гимназии номер 1 Рабочего поселка Ленева И меня как курсанта Военно-спортивного клуба Интересует вопрос В нашем поселке Есть различные секции На любой вкус Начиная баскетболом И заканчивая борьбой Хотелось бы открыть Новые секции Например для меня и моих товарищей Актуальна была бы секция Булевой стрельбы Планируется ли появление Новых секций Приятно слышать вопрос Да Из гимназии Потому что я тоже учился В свое время в гимназии Ну и приятно слышать Что ребята так оценивают Что у нас много секций разных На самом деле Сегодня Если говорить про поселок Да и вообще в целом Про Искитинский район То у нас большой спектр Развиваемых видов спорта Если взять Когда я только начинал заниматься То количество видов спорта Было и ограничено Поэтому У нас не было такого разбега Как сегодня у наших детей Да на самом деле Тут много факторов Конечно Если говорить про открытие Вообще и новых отделений По видам спорта То конечно тут немаловажно Это база для занятий спортом И конечно кадры Поэтому если будут появляться кадры И будет появляться база То конечно мы будем В дальнейшем думать и развивать Виды спорта Которые сегодня популярны Потому что есть Я так понимаю Есть спрос Есть интерес Это необходимо Необходимо делать Будут строиться новые объекты Будем конечно думать Как бы Может быть в ближайшее время Уже что-то есть Вот новенькое что-то появится Ну вы знаете Как бы У нас хотелось бы Все-таки в Ленево Возобновить Возобновить Секцию биатлона Поскольку Регион зимний И у нас традиции были В рабочем поселке Ленево Есть сегодня Тренеры Ну будем говорить Тренера есть по лыжным гонкам Именно по биатлону Как таковых нету Но есть Желающие Есть у нас Константин Павлович Нестеров Который живет в селе Сосновка Который производит Установки Для занятий биатлоном Поэтому В принципе Идея Такая есть И возможно Да даже невозможно Скорее всего Тут видите С условиями пандемии Но мы в этом году Планируем провести соревнования По биатлону Первенства Из Китинского района На территории Обочего поселка Ленево Может быть Это будет С каким-то Толчком Вот девушка Задала вопрос Касаемо Пулевой стрельбы То конечно На сегодняшний день У нас Тира Нету За исключением Поселка Чернореченский У нас Там есть Тир Есть Ну будем Неофициальные Такие Помещения Где можно Пострелять Пострелять Сегодня у нас Детская юношеская Спортивная школа Из Китинского района Она Будет Переезжать В поселок Керамкомбинат И помещение Которое сегодня Там передано Там будет находиться Не только Администрация школы Но там Будет располагаться Атлетический зал Где будут проходить Занятия Гиревым видом спорта Но там есть еще И подвальное помещение Очень большое И мы когда Передавали это помещение Мы рассматриваем Как вариант Сделать там Тир Районный тир Для того чтобы Можно было И проводить соревнования По стрельбе И Сдавать нормы ГТО Поскольку там Есть стрельба Поэтому Вот такая тоже Как бы идея есть Но опять же Скажу что Это не идея Не сегодняшнего дня Потому что необходимо Сделать ремонт Привести все в соответствие Но тем не менее Вектор развития Да То есть как бы Есть Если говорить опять Про Ленева То хотелось бы И я Прям Не то что уверенно А говорю что Это будет точно В ближайшей перспективе Когда будет Стадион То мы хотим Здесь же сделать Городочную площадку Которая раньше Находилась На лыжной базе Ленева То есть Определили место Определили место Где будет находиться Пусть он будет Меньшего размера Но городочный корт То есть у нас есть И мастера спорта По городочному спорту Да и вообще Есть любители Городочного спорта То есть Возобновить занятия И тренировки Как бы Поэтому Предложения Пусть поступают Мы будем их рассматривать И будем вместе реализовывать Здравствуйте Меня зовут Сидор Аварит Через два года Планируется проведение Олимпиады в Китае Поэтому такой вопрос Как вы считаете Какой самый перспективный Вид спорта У нас в районе И есть ли у нас Возможность Отличиться по этому Виду спорта В олимпиаде Чтобы наш уроженец Стало пьедесталом Ну опять же приятно Что дети Верят в нас Ну я вот здесь Как бы начал с чего Говорить про перспективный Неперспективный Вид спорта Ну будет наверное С моей стороны Некорректно Объясню почему Потому что Я могу кого-то обидеть И в принципе Как бы Поэтому Занизить самооценку Ну да Ко мне как-то Будут не совсем Относиться после этого Я хочу сказать Что у У каждого вида спорта Есть определенные Перспективы Если Вот девушка Задала вопрос Олимпиада Олимпиада В 2022 году Она будет Зимняя Зимняя Если говорить Про нее То И вспоминать Виды спорта Который у нас Зимний спорта То Я бы так Приближенно Как бы сказал Что Есть все перспективы У наших лыжников Потому что Это зима Лыжные гонки Лыжные гонки У нас Всегда были на ходу И тогда И сегодня Есть спортсмены И Уже доказали И как бы это Есть перспективная Молодежь В которых мы верим Которую я надеюсь Ну пусть будет Это не 22-й год Есть Дальше У них перспектива Именно как бы Попасть и закрепиться Но это все будет Зависеть от них Если говорить Еще про перспективный Как бы Вид спорта И в который я тоже Как бы верю И надеюсь Это про летнюю спартакиаду Это греко-римская борьба Сегодня у нас в районе Есть такой Сергей Степанович Степанов Слегастаева Который сегодня Да Вот буквально В 19-м году Мы присутствовали с ним На торжественном мероприятии Которая Это спортивная элита Которая проводит Новосибирская область И там вот как раз Он был номинантом Это нам было очень приятно Номинантом Как Олимпийская надежда Вот такая была номинация Ему была Вручена Потому что Те результаты Которые он сегодня Показывает На юниорском уровне Были показаны И победы На чемпионате мира И на Европе И сегодня Он уже бьется Стучится в дверь Основной команды Выступая Как бы Классно Поэтому мы верим Держим кулачки Надеемся Что у него Это все-таки Получится И у нас будет Первый олимпийский чемпион Классно Ну будем надеяться На это Но опять же повторюсь Двери открыты Для всех Было бы желание Ну вот От ребят Вопросы закончились Последний вопрос В программе У нас всегда Герой сам задает Себе Оттуда Из прошлого Турнир проводится У нас Целью Организации Засуга детей А также Выявление Сильнейших команд И сильнейших игроков Для дальнейшего Привлечения Их В сборную Поселка Ну то есть Вот тогда вы говорите Сборная создается Была ли она создана И какие у нее Были успехи Если говорить Про сборную То она вообще В целом Так как бы Всегда была И у нее были Очень неплохие Успехи Поэтому Она и сегодня есть И На момент Когда вы брали У меня интервью В 2002 В 2003 В 2003 Она Существовала Просто Те турниры Которые мы Проводили тогда И проводим И сегодня Они Конечно же Первостепенно Направлены На то Чтобы Выявить Сильнейших Способных Ребят Для того Чтобы Они занимались Футболом И Уже Постепенно Переходили Из одного Возраста В другой То есть В каждом возрасте У нас есть Сборные И в принципе Они Из года в год Пополняются Если говорить Про успехи То Конечно Как бы Они были Может быть Кто-то скажет Что они не такие Значительные Но Мы были И призерами И областных Перенств И кожаного Меча И соревнований По мини-футболу И были призерами Областных Зимних Летних Сельских Игр Поэтому Результаты Они были У нас есть Что вспомнить И Самое главное Есть Личности Которые Сегодня Даже Отойдя От футбола Они По жизни Стали нормальными Людьми Которые Приводят Сегодня Детей Надеюсь На достроенный Стадион Все-таки И мы будем С ними Здесь сидеть И проводить И различные Турниры Областные И даже районные И здесь поселковые Для того Чтобы Наши дети Пополняли Опять же Вернемся к тому Что Нашу сборную Рабочего поселка Ленева Из Китимского района Для того Чтобы Футбол развивался И мы Радовались За них За наши команды Которые Как и тогда Участвовали В соревнованиях Различного уровня Так и сегодня Продолжают Это делать Уважаемые телезрители На этом Наше очередное Путешествие Назад и в будущее Завершено Через Некоторое время Небольшой перерыв Выйдет в эфир Финальная программа Проекта Назад и в будущее До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова